Большое спасибо. Плюсы. Три плюс, один плюс и так далее. Значит, хорошо все видно и слышно. Ну что ж, уважаемые коллеги, давайте мы тогда начнем сразу, чтобы не тратить ваше время. Да, посмотрите, пожалуйста. У нас сейчас присоединяется кто-то. Да, вот спасибо большое. Кто-то присоединился, микрофон автоматически включился, но уже выключили. Если вы в конце захотите задать вопросы голосом или что-то пообсуждать, можно будет включить микрофоны. Пока можно писать в чате. Я буду стараться реагировать и отвечать на все вопросы и комментарии. Где знаю, там отвечу, где не знаю, по крайней мере, скажу, где можно найти информацию. Итак, у нас тема сегодня следующим образом сформулирована. Трудные темы ЕГЭ. Как подать их интересно и эффективно? И действительно, это большая проблема. Есть темы грамматически сложные, есть темы лексически трудные, есть темы, которые абсолютно никакого не вызывают энтузиазма у учеников. Более того, есть темы, которые абсолютно никакого энтузиазма не вызывают у учителей. И вот это, наверное, одна из самых больших проблем. И у меня сразу вопрос к вам. А скажите, пожалуйста, какие лексические темы ЕГЭ, как правило, вызывают наибольшие затруднения? Именно лексические мы сегодня будем о лексике говорить, потому что грамматика – это довольно привычное и понятное дело. Напишите, пожалуйста, например, у ваших ли учеников, может быть, вам просто эти темы неинтересны, и вам их вообще не хочется никак брать, или они вам надоели за многие годы. Тем более, учитывая то, что у нас по программе по рабочей концентрическое построение обучения, то к одной и той же теме мы постоянно возвращаемся. Environment, volunteering – действительно не самые приятные темы. У кого еще какие? Причем, вы знаете, вот кого не спрашиваешь, обычно environment называют все первыми. Я сегодня прямо как раз про environment покажу, как можно сделать интереснее. То есть не только общий принцип, но и конкретные вещи. Посмотрим. Коллеги провели опрос. Когда я говорю коллеги, я имею в виду Ирину Викторовну Хитрову, не только автор учебных пособий, который издатель с титула издает, но и разработчика онлайн-тренажера exam simulator. Мы про него поговорим, хотя про него сейчас уже практически все знают, но тем не менее вдруг для кого-то новым окажется. Вот поэтому поговорим об этих вещах. Посмотрите, провели опрос анонимный. Какие темы вызывают наибольшие трудности учеников, и какие темы вызывают наибольшие трудности учителей. И посмотрите, пожалуйста, вот результаты. Первый класс, щукин, щукин первый класс. Так, да, спасибо большое, коллеги, что звук выключили. Посмотрите, пожалуйста, вот действительно, какие темы вызывают. И оказалось, что как раз ecology and environment и science and technology – самые темы трудные. Причем, посмотрите, у учеников, у 59% сказали, что ecology and environment вызывает затруднения, и плюс 60% – тут можно было выбирать несколько ответов – science and technology. И у учителей поровну оказалось – ecology and environment, science and technology. Причем посмотрите, насколько, с каким большим отрывом они лидируют. Действительно, темы не самые приятные. Вот посмотрите, пожалуйста, technical progress and technology – практически то же самое. То есть то, что мы говорим и то, что показал опрос – это вполне-вполне реалистичная картина, к сожалению, либо к счастью. К сожалению, потому что темы-то на самом деле неплохие. К счастью, может быть, потому что мы сегодня найдем с вами способы сделать эти темы более интересными. Ну что ж, что значит вообще трудная тема? Как правило, там несколько у него аспектов. Аспект психологический – нет идей. Вот нет идей, и все, и никак в голову не приходит, ты быстро ничего не придумаешь. Вторая проблема информационная – нет знаний. Я не знаю, что говорить на эту тему, например. Вот какие-нибудь берем особенности экологических проблем, или ученики, как правило, мало что про это знают. Либо про прогресс, про технический тоже, в принципе, они не очень готовы говорить, хотя бывают иногда исключения. Либо просто проблема мотивационная. Не интересно мне и все об этом говорить. Я не вижу никакого смысла говорить о таких вещах. И это происходит на уроке, а на экзамен, если тема такая попадет, то вот это вот сразу вызывает проблему. Потому что не готов говорить, не знаю, что сказать. И тут уже неважно, интересно или не интересно, может быть, не очень хороший результат. Так вот, почему так происходит? Одна из проблем в том, что подача материала однотипная. Если взять ту же самую тему environment, которая так всеми нелюбима, так там постоянно подается одно и то же. Вот такие-то проблемы. И ученики из года в год повторяют, что вот идет deforestation, depopulation, water pollution, air pollution и прочее. И хотя они их наизусть, эти фразы запоминают, но что за ними стоит, они даже перестают вдумываться. Затем, как способ борьбы, это reduce, reuse, recycle. И опять каждый год про это говорится. И плюс еще про Earth Day пишут везде. Абсолютно везде. В результате, к чему это приводит? У учеников возникает ощущение, оно, к сожалению, ложное, но я вам покажу, почему оно ложное. Что действительно экология и проблемы экологической среды, все экологические проблемы, они к этому и сводятся. Что вот надо все перерабатывать, надо выключать свет на один час в этот Earth Day, надо убирать территорию, собирать мусор. И вроде бы все, и вроде поговорить не о чем. При этом, к сожалению, проблема на самом деле большая, но ученики никакой связи с своим личным жизненным оптом практически не видят. А если даже и видят, ну, бывают у нас регионы, в которых с экологией не очень хорошо. Даже та же самая Москва, есть районы приятные экологические, есть районы не очень приятные экологические. И бывают большие очень проблемы в каких-то районах. Я думаю, вы про свои регионы тоже вполне можете сказать, где там получше, где там похуже с экологией. Но беда в том, что даже проблемы есть, несмотря на то, что они существуют. Как правило, в подаче этих проблем в учебниках, да и в том, как мы привычно подаем, что уж греха таить, нет связи с аспектами, которые были бы интересны ученикам. Как же можно сделать по-другому? На самом деле по-другому сделать можно. Сейчас поделюсь опытом. Делал это со своими учениками. В прошлом году проверял, прекрасно заработало. Причем я давно не видел, чтобы ученики с таким энтузиазмом про эту тему начинали вдруг говорить. А на самом деле решение очень простое. Говорить не о положении дел где-то далеко в мире, а о том, что происходит на наших глазах. Мы, конечно, можем говорить о том, сколько деревьев уничтожают, чтобы сделать туалетную бумагу. Цифра на самом деле поразит. Но около 10 миллионов деревьев в год рубятся только на то, чтобы сделать туалетную бумагу. Но эта цифра, она удивила на несколько секунд, а потом забыли о ней и продолжают говорить опять reuse, recycle и прочее. Хотя вряд ли тут можно говорить именно в отношении туалетной бумаги про reuse и про recycle. А мы можем здесь говорить о том, как сделать собственный дом или квартиру более экономными из-за или благодаря учету экологических ситуаций. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Я вам прямо покажу то, что мы делали с учениками и как это заработало. Давайте попробуем с вами вообще устроить маленькую викторинку. Хорошо? Давайте попробуем посмотреть. Я скажу, какие ответы правильные, но мне прямо было бы интересно. Я честно скажу, я далеко не везде сам ответы смог дать на эту викторину. Итак, давайте попробуем. Самый первый вопрос. Which product requires the most water to create it? One microchip, one cotton t-shirt, one hamburger, one cup of coffee? Как вы считаете? Можно прямо ответ написать в чате. Действительно, на что больше всего воды? One cup of coffee вариант. Вариант второй, one cotton t-shirt. Так, хорошо, мнения разделились между первым и вторым. Пойдем к следующему вопросу. The bathroom is one of the main water consumption areas in the home. Which would save the most water in this area? Repairing a leaking tap. Это у нас один. A glass for rinsing after brushing teeth. A bucket for collecting excess water. Or a three-star energy-efficient shower head. Это вот лейка для душа. В британской есть такое отделение, в британских магазинах, как energy-efficient. Мы обычно знаем на домашних приборах, на всякие стиральные машины и прочее, там, уровень энергосбережения. А вот как у нас будет с ванной? Что больше всего сэкономит воды? Tap. Okay, thank you. Number three. The kitchen and the laundry are high consumers of water, using between 15 to 20% of total water consumption. What is the most effective way to save water in these rooms? Use energy-efficient appliances. Reuse rinsed water from the washing machine. Only use appliances when full. Or plug the sink when washing dishes or peeling vegetables. Вот что действительно на кухне можно сделать. Так вот, во втором большинство про licking tap высказались. Так, а здесь посмотрите, кто-то третий предлагает, кто-то четвертый предлагает вариант. Мы сейчас все узнаем, посмотрим. Дальше. Здесь уже немножко речь про Австралию пошла. Заодно у нас добавляются темы наши с вами English-speaking countries. Тут ученики, конечно, начали вопрос задавать, что это такое, потому что они и desalination не могли понять, пока я не сказал, знаете, от какого слова salary происходит. От латинского слова sell – соль. Почему так? Так, потому что древнеримским воинам зарплату платили солью, она стоила дорого. Поэтому desalinate – это избавлять от соли. И все, то есть опреснять. Вот такая неожиданная связь со словом salary – зарплаты и соли из Древнего Рима. Так, тут все дружно ответили четыре. Пятый вопрос. Licks are responsible for great amount of hidden water loss in the home. Is it true or false? Так, true, окей. И посмотрите, вот на самом деле ответы, и вот к ним комментарии. Давайте себя проверим. Оказывается, что больше всего воды требуется на производство одного гамбургера. Ученики обычно удивляются. Я, честно говоря, тоже удивился. Я не представлял, что это такой порядок цифр. И действительно здесь идет прояснение. When we think of water usage, we usually think of only the water we use from our taps. All the things we use every day need water to create them, including our clothing, furniture, building materials, and just about everything else we use. Так, коллеги, сейчас я проверю. Извините, у кого-то включилось. Но это случайно рисование. Сейчас мы уберем. Это у кого-то телефон. И случайно... И случайно заработал. А сейчас мы сотрем эту штуку. Одну секунду. Такс, я сейчас найду. Ага, все. Все мы убрали. Все у нас в порядке теперь. И возвращаемся к нашей с вами теме. Ну, такое бывает с техникой. Телефон же чуть прикоснулись, все начинает рисовать. Следующее. Тут мы все дружно сказали, что repairing a leak and tap. Но посмотрите, какая интересная статистика. A three-star energy efficient shower head uses only nine liters of water per minute, while regular shower heads use between 15 to 20 liters per minute. Ученики с удивлением говорят, ну что, неужели в минуту столько утекает? Да, столько утекает на самом деле. If you shower for six minutes, you would use 54 liters of water instead of 90 to 120 liters. A possible saving of between 13,000 and 24,000 liters per person per year. А вот насчет крана, который протекает, посмотрите, какая картина. A tap that lives 10 times per minute will waste 3,000 liters of water in the air. Вот такая вот вещь. Ну и дальше идет информация о том, что там может происходить. Цифры на самом деле поразительные. Ученики начинают совсем другими глазами смотреть на то, что происходит дома. Но давайте посмотрим о том, что там дальше происходит. На кухне действительно use energy efficient appliances, потому что, например, обычные стиральные машины используют 150 литров воды на стирку, а dishwashers, посудомойки используют 50 литров, а energy efficient на половину меньше используют воды. И затем, конечно, полезно, так же, как мы отметили, only using a washing machine and dishwasher at full will also save water and energy costs as well. Putting the plug in the sink while you wash dishes with vegetables will save 16 liters of water going down the drain every minute. Про Австралию, конечно, там Rainwater Tank, потому что более 100 лет назад. И даже, посмотрите, в 2007 году местные администрации в Австралии предлагали часть денег вернуть покупателям, которые покупали вот эти вот баки для сбора дождевой воды и всяческие прочие устройства, которые помогали воду экономить. То есть вот такая любопытная информация. Для учеников она, как правило, становится новой. Я вам честно скажу, когда эту информацию нашел, многое для меня тоже новым стало, но насколько становится интереснее. И, наконец, вот у нас вся эта информация насчет протечек. Причем не просто здесь говорится довольно очевидная вещь, что много воды уходит, но дается практический совет. To find out if you have a leak, write down the reading of your water meter and then check it again two hours later. You would need to make sure that no one uses water in the house during this time. If the reading has changed, you have a leak that needs repairing. To check if your toilet is leaking, put some food coloring into the top of the system. Leave it and don't flush for at least an hour. If the coloring has gone into the bowl after the hour has passed, you have a leak that could be wasting huge amounts of water. If your toilet has a continual hissing sound, you definitely have a leak that will need repairing. Вот такие вот любопытные вещи. И после того, как мы это обсудили, очень легко переходить уже к теме экологии, потому что ученики уже задумаются, говорят, так, сейчас приду домой, посмотрю, что там у меня дома, все ли у меня в порядке, не протекает ли чего-то и прочее. Потому что когда они видят эти цифры и начинают их перекладывать на себя, сразу все начинает восприниматься по-другому. И я думаю, согласитесь, мы ни разу здесь не сказали слова reuse, мы ни разу не сказали recycle. Но как вы считаете, коллеги, давайте так даже не про учеников посмотрим. Понятно, что для вас здесь информации было гораздо меньше, чем для новой, чем для учеников была бы. Вот есть ли что-то, что вас удивило? Было ли вам интересно посмотреть на эту информацию? Или, в принципе, она и так знакома, очевидно, и особого интереса не было? Вот как у вас ощущения? Вот лично у вас? Или, скажем так, например, стали бы вот такого рода викторину использовать с учениками? Действительно интересно. То есть это хорошая вещь, которая помогает посмотреть другими глазами. И это та самая экология. Просто эта экология не абстрактная, вот что было бы как здорово, если бы леса перестали вырубать амазонские. А здесь как раз ровно то, что мы сами можем делать. Причем не на уровне, а давайте пойдем собирать всякий мусор в лесу, и мы его сейчас оттуда вывезем. А здесь мы начинаем с себя. Начни с себя. Здесь ученики понимают выгоду. Как только начали что-то поправлять и видят, что от них что-то зависит, они действительный вклад могут нести не для абстрактного человечества, а для своих родных и близких. Сразу рождается немножко другое отношение. Причем я пробовал такого рода викторину, например, и на учениках очень умных, способных с хорошим уровнем языка. Пробовал на тех, которые не очень хороший уровень, и даже попробовал на одной ученице, которой вообще ничего не интересно. Вы знаете, вот это ее заинтересовало. Не все вопросы, но большинство ей показались интересными, что тоже, в общем-то, говорит о том, что немножечко можно развернуть, по-другому подойти к теме, к отбору материала, и тема начинает играть совсем новыми красками. Но давайте поговорим на тему, давайте поговорим о том, как сделать вот эту вот тему, не очень тоже легкую, Science and Technology. Как ее сделать интересной для учеников, да и для учителей тоже. Вот о чем обычно мы говорим на уроках. Если посмотрим на учебники, там вечно идет речь о полетах в космос, но действительно Science and Technology, тут ничего не поспоришь, и Следния океана. Иногда говорят про историю изобретений. Тоже, кстати, весьма интересная тема. Как только начинаешь с учениками обсуждать, вдруг внезапно выясняется, что у них очень слабое представление вообще о технологическом прогрессе. Они не очень представляют, когда первые самолеты появились. Они совершенно не знают того, что, например, лампочки изобретали разные люди в разное время, там десятилетия между ними, много моделей существовало и прочие вещи. А вот о чем интересно поговорить ученикам? Суть по обсуждениям в соцсетях. Они активно обсуждают нейросети, искусственный интеллект. Для чего можно использовать, какие опасности бывают. Электромобили, частные космические корабли. Есть ли у них перспективы или все это ерунда и прочее. Новые модели сотовых телефонов, конечно же. Что эти модели умеют сейчас, что они будут уметь в будущем, следующие модели и прочее, чего обещают. И какие изобретения входят в нашу жизнь сейчас, как они называются. Например, есть целая категория вот этих устройств для передвижения, которые включают и вот эти одноколесные вещи, электрические, самокаты и прочее. Они все называются micromobility devices. Но проблема в том, с которой я как преподаватель, например, столкнулся, когда у меня ученики спрашивают, а как это по-английски, я и по-русски не всегда понимаю, что они имеют в виду. Иногда прямо реально приходится искать картинку. И беда в том, что в учебниках информации не хватает, а у нас не всегда хватает словарного запаса. Как быть в такой ситуации? Можем ли мы что-то сделать, чтобы дать ученикам возможность пообсуждать то, что им интересно, и при этом не обрекать себя на просиживание над словарями, да еще и не все словари включили уже такую информацию. В общем, при этом не обрекать себя на судорожные поиски в интернете информации и не превращать подготовку к каждому уроку в какой-то длительный бесконечный процесс. Давайте посмотрим, я покажу несколько приемов. Один из приемов, который мне всегда помогает, это исследовательские проекты, потому что они помогают ученикам самим добывать информацию. А для того, чтобы новую информацию понять и добыть ее, им как раз и требуется овладение новой лексикой. То есть перед ними стоит задача, они ее начинают решать. Языковых средств не хватает, и тут хочешь, не хочешь, чтобы задачу решить, приходится со средствами знакомиться. Тут главное построить правильно задачу вот эту вот, чтобы она была посильной и чтобы она интересная была для учеников. Как делаем здесь? Здесь, на самом деле, все довольно просто. Выбираем тему, например, нейросети. Затем формулируем очень практическую задачу. Помните, ученик должен понимать, зачем он это делает и как он это может применить на себя. То есть не вообще, вот интересно было бы узнать, что там нейросети смогут делать, а чисто задача, которая поможет ему облегчить жизнь. Например, какие нейросети полезно использовать для учебы. Затем разбиваем детей, разбиваем класс на исследовательские команды и предлагаем структуру исследований. То есть сначала найти списк нейросетей по типам. Такие списки есть. Изучить описание. Выбрать по одной лучшей нейросети на практике и подготовить презентацию с инструкцией по использованию. Попробовать эту нейросеть и подготовить. И посмотрите, здесь у учеников, на самом деле, очень много выбора. Потому что, во-первых, они сами выбирают определенные типы нейросетей. Во-вторых, они сами решают, какие критерии для них будут показать, для того, что это лучшая нейросеть. Например, кто-то говорит, не важно, что она платная, зато она работает хорошо. А кто-то говорит, нет, для того, чтобы она была лучше, она должна быть еще и бесплатной. В общем, ученики собирают всю эту информацию каждой. А затем мы выбираем лучшую презентацию, обсуждаем пользу потенциальной опасности нейросетей. Иногда бывают опасения, когда говорят, ой, ну как же, вот сейчас ученики найдут эти нейросети, которым помогают тексты писать и прочее. И сейчас они будут эти тексты писать, и я вообще никогда их чему-то там не научу. Они просто будут все списывать и списывать. На самом деле это не совсем верно. Дело в том, что нейросети делают ошибки, пока еще, к счастью. И даже, может быть, и хорошо, что они делают ошибки. Потому что мы всегда можем, например, взять реальный текст и текст, который сгенерировал нейросеть на ту же самую тему, и дать оба этих текста ученикам, и предложить прочитать, и догадаться, и объяснить, почему они так считают, какой текст написан человеком, какой нейросетью. И здесь ученики начинают видеть несовершенство нейросети. И понятно, что через сколько-то лет тексты будут писаться гораздо лучше, создаваться искусственным интеллектом, они уже создаются. Но мы можем по-другому поработать. Ведь нейросети позволяют, например, жанры текста менять, стилистику текста менять. Например, Dipple – это не только хороший переводчик, но еще и нейросеть, которая перепишет текст в другом жанре. Например, сделает его официальным, сделает его деловым, и так далее, и так далее. Там не так много жанров, но довольно удобная вещь. И мы можем применять те же самые нейросети. Сначала даем ученикам задачу, перепишите это письмо личное так, чтобы оно стало звучать по-деловому. Потом проводим его через нейросеть и говорим, а теперь давайте сравним, что у вас получилось хорошо, что можно сделать получше. И наоборот, делаем с помощью нейросети и говорим, давайте найдем теперь различия. То есть просто сопоставляем. Вот исходный текст, вот текст, который получился, и прям будем с вами искать. И получается здесь как раз у нас и продолжается обсуждение, продолжается обсуждение нашей с вами темы, нашей с вами темы Science and Technology, продолжается обсуждение ее в проблемном аспекте, какие там проблемы могут быть, какие задачи помогает решать. Ученикам интересно, при этом для всех есть польза. И для них польза есть, и для вас, и вы плюс еще незаметно для них самих показываете, что нейросеть – это не идеальное решение. И вот что здесь важно, как мы говорили, в таких проектах новая лексика используется для решения практических задач, которые имеют отношение к жизненным потребностям учеников. И, соответственно, она легче запоминается, потому что, во-первых, ученики ее используют, но при этом, что мне очень нравится, у нас с вами нет необходимости изучать эту информацию самостоятельно и проводить часы, а то и дни на подборку этой информации. Давайте посмотрим, как мы можем взять идею и превратить ее в тему для проекта. Это все, что нам здесь требуется. Потом отпускаем учеников в плавание свободное. Например, нейросеть и искусственный интеллект. Какие там могут быть вопросы? Например, самые полезные для учебы или для творчества. Какие у них возможности, какие ограничения? И что мы здесь обсуждаем? В чем польза и опасность, и заменят ли они в близком будущем некоторые профессии? Ученики про будущее задумываются, потому что вопрос, кем быть, он довольно насущно стоит в старших классах. Другое дело, что у них ответа нет. Здесь мы хотя бы поможем им подумать, насколько перспективна их профессия. Дальше, например, те же самые science and technology аспекты. Электромобили и частные космические корабли. Есть у них перспективы. Вопросы для исследований. Какие проекты оказались успешными, а какие нет? Каковы их результаты? На что можно рассчитывать в ближайшем будущем? Интересно? На самом деле вполне. Новые модели сотовых телефонов. Какие флагманские модели телефонов появились? С чем их отличие? Какие функции должны скоро появиться? Какой телефон больше всего подошел бы старшекласснику и почему? И вот если первые вопросы, там на них можно найти ответы, почти готовые списать, хотя адаптировать придется, то последний вопрос, он как раз заставит эту информацию использовать и порассуждать, поаргументировать. То есть все равно, если они нашли информацию легко, обсуждать будет не так легко. А когда преодолеваются трудности, определенные, не слишком высокие, то и запоминается лучше. Следующая тема. Изобретения. Какие изобретения входят в нашу жизнь сейчас? И как они называются? Вот, пожалуйста, эти самые micromobility devices. А мы здесь с вами говорим пользу и опасность электросамокатов и гироскутеров. Статистик травмоопасности. Дети же не понимают, что на самом деле травмы страшные может получить сам человек, который едет. То есть то, что кого-то они могут сбить, это еще полбеды, к сожалению. Но и сам человек очень сильно может пораниться. И как только смотрим на статистику, взгляд становится немножечко другим. И следующий вопрос. Как можно сделать жизнь удобнее и безопаснее? Например, кто-то говорит, вот сейчас стали выдавать шлемы с электросамокатами. Но возникает следующий вопрос. Предположим, вы взяли в аренду электросамокат, а там на нем шлем висит, которым неизвестно, сколько людей уже успели попользоваться. Вы такой шлем станете надевать себе на голову? Я бы, например, подумал бы много-много раз. Хочу ли я это делать или не хочу? И не получится ли так, что с этим надев этот шлем, я гораздо больше опасности подвержусь, чем если я поеду без шлема? Вот. Но это вещи, о которых ученики не очень думают. А есть ли какие-то другие способы защититься? Вместо того, чтобы взять вот этот вот шлем, который там выдали вместе с рендованным самокатом, может быть, свой шлем завести? Опять будут ли они его носить или нет? Может быть, одежду определенную? Может быть, просто на коленнике купить хотя бы надо, как для спорта и прочее. То есть вариантов много. Есть что пообсуждать, есть о чем поспорить. Надо, не надо. Где баланс между удобством и красотой? Где баланс между безопасностью и опасностью? На каком моменте? Когда средство передвижения может стать опасным и прочее? Посмотрите, какие хорошие, удобные темы для разговора. Сколько всего можно пообсуждать даже с теми учениками, которые не готовы об этом по-английски говорить. Потому что это часть их жизни. У них есть мнение на эту тему. Они слышали много мнений, которым точно не нравится. И они готовы. У них есть уже отмененгат сформировалось, когда у них есть разница мнений между тем, что они слышат. Что еще может нам пригодиться для расширения словарного запаса? Еще один простой прием. Вместо проведения фонтической разминки, например, или обсуждения того, как какая-то тема важна, можно просто брать и читать, и обсуждать новости. Либо в начале урока, либо в конце урока. Причем берем, например, какие-нибудь простые вещи. Ну, сайт News & Level знают почти все, наверняка. Но есть и подобные другие сайты, где новости написаны очень простым языком. Например, In News Dispatch, The Times in Plain English. Это статьи газетные, которые пересказываются очень просто. Или Breaking News English. Вот такие вот вещи. Что еще можно сделать? Если ученики к этому готовы, вот почитали новости, поняли, что это интересно, можем предложить еще один вариант, который трудно на самом деле реализовывать, потому что не все хотят. Но, тем не менее, вполне рабочий. Fact of the day. Ученики по очереди ищут интересные факты к уроку. Вот здесь ключевое слово по очереди. То есть не каждый по факту принес, если они их начнут рассказывать, мы урок тогда не сможем сделать. А каждый раз просто распределили порядок, кто в какой день ищет вот эти интересные факты. И каждый ученик по порядку, один ученик на урок, рассказывает какой-то интересный факт, дельца им на начале урока. Что еще можно делать? Можно использовать всякого рода видеошоффс. В разных сетях видео-репозиторис. Там очень много коротких онлайн-видео, они до минуты длиной. Можно легко найти поиском вот такие видеошоффс по темам урока, смотреть и обсуждать. Либо, знаете, на худой конец, вот даже пассивное пробуждение интереса тоже работает. Это календарь-словарь. Кстати, скажите, пожалуйста, а кто уже такой календарь-словарь использовал? Титул выпускает его третий год подряд. Каждый год разный календарь-словарь. Вот сейчас только новый. Недавно был напечатан он сейчас в магазине. Если можно, напишите, пожалуйста, в чате. Плюс, если пользовались. И минус, если не знакомы с ним. Хорошо? Так, вот у нас пока один человек есть, который пользовался. Есть те, кто не знакомы с ним. Почему я спрашиваю? Потому что я немножечко покажу, как это работает. То есть это действительно, это именно учебное пособие. Это не просто вот календарь. Он не зря называется календарь-словарь. Но здесь задача не совсем календарная. И коллеги, те, кто им уже пользовался. Если можно, вы, пожалуйста, тоже прокомментируйте. Напишите в чате, как вы его используете. Хорошо? Кто-то может быть дома, кто-то в классе использует, кто-то еще где-то. Посмотрите, здесь каждый месяц имеет свою тему. Вот те самые Micromobility Devices, про которые мы с вами говорили. Это тема месяца май. Они все нарисованы на этой картинке. И вот посмотрите, например, есть ли на картинке какие-то вещи, которые вы не очень уверены, как назвать. Я думаю, что есть. И у нас каждый день одно слово с этой картинки, которое относится вот к этой теме Vehicles, который включает Micromobility Devices. Потому что Micromobility, это вот тут на ковре. А здесь, видите, у нас выставка транспорта происходит. Что же здесь за такие Vehicles есть? Посмотрите, есть у нас и electric scooter, и kick scooter. Это просто самокат в противоположности электрическому. И skateboard, и hoverboard, и bicycle. И посмотрите, что у нас есть еще. И tricycle, это все просто. И electric bicycle, и golf cart, или golf buggy. И quadricycle, и one wheel, это одноколесный скейт. Есть такие. И solo wheel, а это как раз то самое моноколесо электрическое. И segway, но тут уже знают, как правило, и roller skates, и mobility scooter, это вот такой электроскутер специальный, это как для людей, которые ограничены в подвижности. И wheelchair, отличается немножко. И auto rickshaw, вот auto rickshaw, есть такая. И коляска-мотоцикл, например, это sidecar, называется это американское слово. Cradle тоже, кстати, иногда используют. И другие слова, например, какие бывают еще. Чем они отличаются? Например, в чем разница между trailer и motorhome, и campervan? Вот у нас эти вещи есть. Самое главное, что вы увидели их на картинке, и вы запомнили. Я такой календарь, вот у нас висит дома, кто-то пишет. Знаком, не пользовался так, как проблемы с покупкой. А что за проблемы? Вы покупали в каком-то интернет-магазине, или в интернет-магазине издательства? Или где? Или просто трудно купить? Просто эти же вещи есть и на озоне, и на wildberries. Поэтому, в принципе, бывает неплохо. Я их давно уже использую в качестве подарка к Новому году. Подарок хороший. Я в августе был в Томске, подарил одной коллеге. И она мне потом пишет. Она говорит, вы знаете, ну, я ей подарил на полгода вот оставшиеся, то есть на текущий год календарь. Она говорит, вы знаете, я думала в классе повесить. Она говорит, если бы у меня коллеги увидели, выпросили, чтобы я повесила в учительской. Говорит, подходят. Причем, говорит, учитай физкультуру, подходит, смотрит, что там за слово такое еще. Кто-то иногда спрашивает, а как это читается? То есть оказалось, что для взрослых людей календарь словаря оказался очень интересным. Кстати, если в вашей школе китайский язык преподается, мы в этом году уже на следующий год выпустили и на китайском языке календарь словарь. Вот такие вот штуки, которые оказываются интересными. Я иногда дарю особо успешным ученикам такие календари, и мне потом родители говорят, вы знаете, мы все с семьей сидим, но если дети помладше, то мы смотрим, сколько ребенок знает, сколько не знает, и сами себя еще и заодно и проверяем. Но давайте посмотрим дальше, что еще помогает запоминать лексику. Во-первых, игры. Я проводил специально вебинар на тему vocabulary games. Если вам интересно, вот в презентации ссылка, поэтому можно найти, посмотреть эту видеозапись. Есть интерактивный ресурс определенный, но вы их прекрасно знаете. Я несколько назову, но я не думаю, что здесь что-то для вас новое смогу сказать. Ну и, конечно, учебные пособия и онлайн-тренажеры для подготовки к ЕГЭ. Но эти пособия, они только тогда хороши, когда в них помимо тренировочных тестов есть еще и обучающие упражнения, потому что прежде чем тренироваться, надо сначала основу умения заложить. Давайте посмотрим на вот эти вот моменты. Хорошо? Ну, ресурс, который можно использовать с лексикой, вы знаете. И это и WordWall, и Learning Apps, и Quizzes, и Quizlet, и EducaPlay, и так далее, и так далее. Я думаю, если вас попросить написать в чате еще ресурсы, вы их множество сможете написать. Но, тем не менее, раз уж об этом речь зашла, я посчитал нужным упомянуть самые основные хотя бы. А вот несколько пособий, которые направлены на подготовку к государственной итоговой аттестации в следующем году. Это и тренажер курсной части по УГЭ. Это и пособия тематические тренировочные тесты с ответами. Но здесь не только тесты, здесь и упражнения. Английский язык ЕГЭ 2024. И посмотрите, новая совершенно книга. Improve your writing skills. Это на ЕГЭ письменная часть задания 37-38. И есть еще пособие ЕГЭ на отлично. Письменная речь, задание 38. Вот только то самое задание, вот эти таблицы, графики и прочее, которые уже, слава богу, не кажутся таким страшным, как первый год, когда появилось. Но, тем не менее, проблемы-то остались. Как у детей не было фоновых знаний, так у них их и нет. Как у детей не все темы мотивируют их к обсуждению, так у них та же самая проблема и остается. Давайте посмотрим на несколько приемов, которые позволяют справляться с такими вещами. Посмотрим для начала на пособие ЕГЭ 2024 авторы Ирины Викторовны Хитровой, Татьяны Леонидовны Чапуренко. Как здесь построена система упражнений? Она построена так, чтобы даже самые неуспешные ученики, у которых словарный запас маленький, они смогли оттренировать нужный словарный запас и вспомнить. Первое задание – это перевести слова с английского языка на русский и затем, используя по меньшей мере пять слов любых из этого списка, рассказать какую-то ситуацию о семье любую. И посмотрите, здесь не такие простые вещи для перевода, потому что, например, если мы father-in-law, mother-in-law мы с вами переведем и напишем там «тесть свекор», «теща свекровь», хотя это уже вызывает путаницу страшного учеников. Они по-русски не знают. «Овспринг» тут прям буквально отпрыск. А вот слово «sibling» – у нас же нет такого слова в русском языке, которое однозначно передавало бы значение слова «sibling», правда же? Ну и потом дальше идем. В чем, например, разница между «adopted child», «half brother» и прочие-прочие вещи? То есть, на самом деле, не так все это просто оказывается. И упражнение, которое кажется простым, оно вдруг оказывается чуть-чуть более продуктивным, чем казалось. Именно перевод здесь нужен, потому что здесь мы ищем эквивалентность. Далее. Тема образования, например. Посмотрите, вот у нас есть идиомы, и ученики соотносят идиомы с их значением. Здесь все вроде бы довольно просто, но посмотрите. «To learn something by heart». Здесь они знают. «With flying colors». Эту идиомы вообще использовали в Олимпиаде Всероссийской пару лет назад. «To brush up on something». Это ученики не знают. Как правило. «To learn the ropes». Может быть, догадаются, может быть, нет. «To bear a bookworm» в русском языке тоже есть аналог. «To burn the midnight oil» тоже они не знают. Это тоже было в олимпиадных заданиях. Но зато посмотрите, насколько это интереснее делает речь. А у нас же, помните, одна из задач в устной речи, задание 4, чтобы лексика была высокого уровня сложности. Вот вам, пожалуйста, тот самый высокий уровень сложности, который срабатывает. И посмотрите. Посмотрели на идиомы соотнести со значением, затем заполняем предложение, то есть смотрим на то, как они в контексте используются. И вот потихонечку у нас лексика закрепляется. А дальше у нас на эту же тему задание 3 – интервью. И вот в этом интервью можно как раз уже использовать многие из выученных вот этих выражений. И интервью довольно простые и понятные. Какие еще задания могут быть? Например, «Match the words from the first column with their definitions». И это в книге есть. «Make up a story using all the words from the first column». «Read the text and fill in the gaps in the appropriate form of the words from the list». «Stutter the words below to complete the column with the words to describe». И у нас есть «traveling by air, by land, by what». То есть идет систематизация словарного запаса. «Match the English words with the Russian equivalents». «Sort out the words in the topic groups». «Brainstorm activity, complete the table with the words related to». Дается «brainstorm map». Несколько слов заполнены, а дальше ученики сами заполняют то, во что угораст, у кого что получится. Это задание хорошо не только тем, что оно помогает ученикам систематизировать и увидеть связи между словами, но и оно еще и тем хорошо, что оно очень здорово помогает им увидеть собственные information gaps. Те самые лакуны, которые надо бы заполнить. И бывает потому, что такие ученики психологические, которые считают, что они все знают и так хорошо, все у них должно быть нормально, а если учитель что-то говорит, то этот учитель придирается. Но как только им даешь такое задание на заполнение brainstorm map, на дополнение лексикой, вдруг оказывается внезапно, что не так все хорошо, и они это начинают понимать. То есть это не потому, что я им, как учитель, сказал, мало ли, с чем сравнивать. Они видят, что они реально не так много могут сказать, как кажется. И появляется определенная математика. Ой, не моя мотивация, прошу прощения. Вот примеры и способия improve your writing skills. Здесь мы смотрим на ассоциации. Например, вот типы магазинов, что там можно купить. Лученики пишут как можно больше. Вот у нас задание на соотнесение. Опять же, все здесь известно. Вот у нас снова из устной части interview your friend. Find his attitude to healthy eating using the following. И даются определенные выражения. Но посмотрите, здесь не дается готовых вопросов интервью. Ученики сами друг с другом это все воспроизводят. То есть получается, что с одной стороны они готовятся к прохождению этого интервью, этого задания на ЕГЭ. А с другой стороны, они здесь повторяют лексику, и они затверждают, если можно так сказать, они запоминают довольно прочно вот эти вот выражения, которые им на реальном экзамене еще очень-очень пригодятся. Я забыл сказать, что авторы этих пособий это преподаватели МГИМО. И они как раз используют те самые приемы, которые используются и МГИМО для обучения английскому языку и обучения на неплохом уровне. Есть, конечно, и такие задания на систематизацию. Посмотрите, например, кто что делает, где он работает и чем он занимается. Или там кто там работает, и чем он занимается, и прочие вещи. Или или И, конечно же, даются задания абсолютно такого же формата, как в ЕГЭ, когда ученики просто пробуют отвечать. Только здесь опор больше, посмотрите, пожалуйста. И ученики пытаются сказать, как можно больше рассказать и готовиться к таким вещам. Есть задания на классификацию и на выбор. Например, Конечно, здесь есть списки, специально включены такие изобретения, которые им вообще не требуются. Например, тот же самый камкода. Телефоны все это быстро вытеснили. Хотя помните, всего лишь еще лет 15 назад иметь отдельную камеру, и это было очень, как говорят ученики, круто. И так далее. Диджитал камера тоже уже далеко не всем требуется, только тем, кто увлекается фотографией. И прочие-прочие вещи. А есть вещи, которые ученики используют. Например, Remote Control. Все, кто смотрит телевизор хотя бы раз в день, им пользуются. И оказывается, что в учебниках мы говорим про одни вещи, для того, чтобы помочь ученикам их запомнить. А в жизни требуется не всегда то же самое. И вот тут как раз опять жизнь и опыт учеников приходит нам на помощь. Вот такие задания могут быть. Посмотрите. I often, my friend often. I seldom, my friend seldom. I never, my friend never. Это всякие activities, самые разные. И учебные, и хобби, и прочие вещи. А здесь как раз речь идет об экологии. И посмотрите, что у нас тут есть. To separate waste, to clean the local area, to plant trees, to throw out rubbish, to save energy and electricity, to recycle the waste you produce, to conserve water, to use reusable items whenever possible, to limit the trash and non-fails. Но на самом деле вы ровно ту же табличку можете использовать для любого другого тематического обсуждения. Так что все это тоже работает. Ну и, соответственно, затем идет тренировка с интервью. И вот давайте посмотрим немножечко очень быстро на речевые стратегии, которые могут пригодиться. То есть, что здесь ученикам такого можно сказать, чтобы у них из грамматики ошибки не было, и в то же время, чтобы и лексика у них была хорошая, чтобы не было проблем каких-то. Ой, коллеги, вот не могу не прочитать комментарий, который написала Любовь Зайцев. Купила три книги по ЕГЭ, пользуемся с учениками с удовольствием. Много полезного материала, обучение письмо, объясняется пошагово, доступно с упражнением. Курс на части тоже хорошее тренировочное задание по разным темам. Да, мы когда готовили с авторами эти пособия к выпуску, как раз обращали внимание вот на эту самую пошаговость, чтобы не было слишком сложно и все было понятно. И посмотрите, вот у нас, пожалуйста, готовые выражения. Honestly, I like doing because I think the greatest merit или plus of something is that. Meanwhile, the main demerit или minus of Вот слово demerit, оно очень редко используется, поэтому в четвертом задании его использовать можно, в остальных, пожалуй, не стоит, потому что там уровень базовый. In my childhood, I used to. When I was a child, I did. И так далее, и так далее. При этом, посмотрите, вроде бы простые вещи, но не всегда бывает ученикам просто сказать. То есть момент на самом деле очень важный. Пойдемте дальше. Что у нас еще из речевых стратегий? Вернее, бывает проблема на экзамене. Не понял вопроса. Там вопросы задаются быстро. Иногда в одной реплике интерьера два вопроса бывает. Вот что здесь сделать? Но самый первый совет, который я говорю ученикам, говорю, ребят, чтобы не забыть, что у вас два вопроса было, в том числе and why или and how, что же второй вопрос, правда? Я им говорю, вы не можете писать, сидите, загибайте пальцы. Один вопрос, второй вопрос. Все, ответили, у вас еще один остался. Вроде бы простая вещь, но помогает. Если получилось так, что не понял, здесь важно не растеряться, не молчать. Время на самом деле хватает. 40 секунд – это довольно много, поэтому можно позволить себе немножечко подумать. Можно пытаться угадать по контексту значение незнакомого слова. Плюс еще один способ – это отвечать наиболее общими словами. Например, it seems reasonable to. Obviously, evidently, this idea looks, this idea doesn't look like. То есть, есть какой-то шанс, что назовешь что-то подходящее. На самом деле, я здесь стараюсь учеников тренировать на скорость. В том числе, когда у нас тренировочные задания какие-то есть, я прямо беру большое количество вот этих вопросов, и мы прямо проигрываем именно на скорость. До того, что учимся от одного вопроса к другому переходить и быстро-быстро-быстро отвечать. Они же на самом деле в интервью довольно однокитные. То есть, научиться слышать ключевые слова вполне здесь можно. И еще одно пособие хотел показать. Это вот как раз для тех учеников, в которых нет информации, которых ничего не удивляет, которым не очень интересно. Это пособие Юлии Николаевны Евсеевой и Алины Дмитриевны Миканба. Пособие называется «Егена отлично. Писенная речь задания 38». Оно новое. Если с книгами Ирины Викторовны Хитровой многие знакомы, мы их не первый год издаем, но все время новые появляются и прочее, то вот эта книга впервые вышла. Что здесь, как здесь построены вот эти юниты? Здесь мы сначала учимся выделять нужную информацию. И когда мы ее выделили, учимся, мы здесь параллельно расширяем свои знания. Поэтому, если что-то не знаем по теме, научимся, соотносим со своими знаниями и опытом. Обязательно и рассматриваем проблемы, и говорим об их решении. Отрабатываем языковой материал. После этого отрабатываем формат задания и создаем текст. Сначала в группе, затем индивидуально. Давайте посмотрим, как построено. Например, вот у нас юниты. Вот у нас юнит, который называется Teenagers Troubles. И посмотреть, что у нас происходит. Самое первое задание «Fail in the table based on the text». И дается фактическая информация, статистика, что, как происходит. Например, «Where do teenagers seek help for their troubles?» И у нас даются вот эти вот проценты где-то, а где-то к кому они обращаются. Причем тексты, они простые, но они весьма интересные. Я, прежде чем подписать эту книгу в печать, я воспользовался служебным положением, предупредив авторов. И я их рукопись проработал с несколькими учениками, прошел. Какие-то моменты мы там даже чуть-чуть с авторами вместе поменяли, потому что оказалось, что можно немножечко добавить чего-то или наоборот что-то можно убрать. Дальше, смотрите, мы читаем текст о том, какие бывают проблемы у молодежи и пытаемся поговорить, какие еще бывают проблемы. После этого suggest possible solutions to the problems allocated in exercise 2. После этого find an appropriate comparison description fill in the blanks. Вот мы находим эту информацию снова и заполняем пробелы. Та самая лексика, которая нам нужна. Fill in the blanks in the text to the appropriate link in words from the list. Вот у нас даются эти link in words, но мы подчеркиваем, что several options in each gap possible. То есть здесь действительно нет однозначности, потому что одну и ту же идею можно разными способами передавать. Самое главное, чтобы не путали, что мы передаем и каким способом. Затем мы смотрим только на табличку и предлагаем проблему. Предполагаем сами, какая может быть проблема и какие могут быть решения этой проблемы. И затем мы возвращаемся опять к этой идее текста. Затем look at a partner's work and answer the question Is the problem real, unreal and why? Is the way of dealing with the problem effective, ineffective and why? То есть ученики учатся делать такие проблемы, создавать описания и предлагать решения, чтобы не возникли сложности с логикой самого задания. и наконец read the extract and conclude by giving and explaining your opinion on the importance of positive body image among teenagers. Вот у нас есть задача и ученики выражаются умеем. То есть посмотрите, мы взяли тему проблемы подростков, мы ее по шагам, по шагам проработали и в конце у нас идут задания. Сначала групповое. Вот оно на проект. Ученики выбирают каждый себе для каждой группы свои задачи. Одна группа делает make an opening statement on the subject of the project, select and report two or three facts. То есть вот такие моменты. И здесь буквально за несколько минут мы создаем уже прообраз этого текста. Затем посмотрите, look for your partner's work and give your comments. И затем индивидуальные задания тоже на эту же тему, на близкую, но другая информация немножко дается, и ученики сами идут и дома пишут это сочинение. Все. Заканчивается работа над юнгом тем, что они знают статистику, они понимают диапазон проблемы, они попридумывали сами возможные проблемы и решения, они их сделали логичными, они оттренировали лексику, слова-связки оттренировали, они по прогу в группах по работе поговорили еще на эти темы, то есть это еще и для устной части полезно, и наконец написали как раз вот такую экзаменационную работу. И вот такая система построена в каждом юните. Обратите, пожалуйста, внимание, когда мы говорим про то, что сложная лексика, высокую уровень и прочее, посмотрите, пожалуйста, что обязательно посчитают за ошибку. В приложении, демоверсии и в методических материалах вы можете найти на сайте FIPI, вот этот вот список, что обязательно ученик должен продемонстрировать при выполнении задания 3, и это того самого интервью в устной части. Вот те вещи, которые надо говорить. Не будут, могут начать снижать оценки. Поэтому не всегда достаточно просто очень простыми словами сказать. И посмотрите, пожалуйста, если вы хотите потренироваться с вашими учениками или дать им возможность потренироваться в реальной ситуации, вот он тренажер exam-simulator.ru, который разработал Ирина Викторовна Хитрова, тренажер создан при поддержке издательства TITL, и он прошел экспертизу FIPI. Это единственный в России сертифицированный FIPI тренажер, где FIPI подтверждает, что и сложность, и тематика все соответствует ЕГЭ. И это действительно важно. И что здесь удобно, ученики слышат. Во-первых, то же самое интервью, могут потренироваться, ученики ответы записывают, и эти ответы можно потом скачать, отправить преподавателю кому угодно через любой мессенджер, то есть делать с ним все, что угодно. И это довольно удобно на самом деле. И ученики видят вот эти вот моменты, тренировка приближенная к реальному. У нас есть и time bar, который ползет, показывает, что мало времени остается, и прочие-прочие вещи. И вот если мы говорим про задание 4, то тоже на самом деле довольно простые моменты. Я думаю, что вы с ним неплохо знакомы, но тем не менее вот есть некий шаблон, который можно использовать. Например, Hi, Вася. Можно без имени, просто Hi, Hello, my friend. У меня один ученик говорил, хороший результат получил за ЕГЭ. I found two photos for our project, называем проект, and I'd like to tell you about them. То есть простая пока лексика. Либо I'd like to discuss with you the choice of the photos for our project. Или даже, например, I'd like to give you a few details about them. Затем идет описание. The first photo shows there is, there are in the second photo. Так, чтобы не получилось однотипно. Все это не звучало, самим ученикам так проще оказывается. Затем дальше. Говорим о том, почему эти фото подходят к проекту. И вот эти слова очень важны, потому что, значит, непонятно, чуть-чуть мы вдруг начали какие-то фотографии описывать. I'm sure this photo will illustrate our project perfectly because. I consider this picture is perfect for our project because. Как только дали вот эти вот фразы, ученики уже не забудут, что надо сделать где-то обоснование. И тогда все становится сразу на свои места, потому что одна из ошибок, ученики рассказывают, дают описание, а зачем описывают, совершенно становится непонятно. Некоторые вообще про проект не упоминают, а просто начинают описывать фотографии. Ну и, соответственно, показываем разницу, показываем преимущества и недостатки и можем использовать. И, наконец, выражаем собственное мнение. As for me, или in my opinion, или in conclusion, и так далее. И вот здесь важно обращать внимание, конечно, на грамматические формы глаголов. Где-то у нас герундии могут быть, где-то у нас инфинитивы. Вот такие вещи. И, наконец, завершающая фраза. Знаете, сколько про них говорили, только сегодня видел в одном сообществе ВКонтакте. Как надо завершать? Любая завершающая фраза, которая показывает, что рассказ окончен. Но поскольку у нас было приветствие, у нас есть коммуникативная ситуация, мы говорим о том, что мы для проекта фотографии подобрали, то, конечно, нам нужна какая-то завершающая фраза, более-менее логичная. Например, Я видел то, что предлагают другие преподаватели. Например, некоторые предлагают очень развернутые фразы. Но беда в том, что на экзамене времени мало, и если не успел договорить, то это будет проблемой, потому что будет считаться, что нет достаточного завершения. И все. Поэтому здесь такая ситуация. Главное – выполнить требования. Выполненные и хорошо. За развернутые фразы здесь никто баллов не добавит, за красивую речь тоже не добавят. Речь должна быть точной и решать, достигать коммуникативной цели. И все. Все, что здесь требуется. Обратите, пожалуйста, внимание, уважаемые коллеги, что есть сообщества в Телеграм, которые ведут авторы этого тренажера и этих книг. И они выкладывают довольно много полезных материалов. А иногда, кстати, даже аудиозаписи, которые с разрешения учеников выкладывают, что там ученики говорили. Поэтому посмотрите, пожалуйста, вы можете послушать, и посмотреть на такие моменты. Ну что ж, мы с вами движемся к завершению. Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста, можно написать, можно микрофон включить, сказать голосом, можно пообсуждать вместе. У нас есть еще несколько минут, если хотите. И вот где можно те же самые книги приобретать. Например, englishteachers.ru магазин издательства. На некоторые книги есть онлайн-подписка на сайте title.online. Они будут стоить дешевле, чем книга на бумаге, но эта подписка на только год действует. Зато, знаете, очень удобно, дистанционные уроки ведете, просто поделились своим экраном, включили аудиозапись, которая там же вшита в эту подписку, и все, и вам другого ничего не нужно. У вас всегда все это под рукой. онлайн-тренажер это адрес exam-simulator.ru Книги можно точно так же найти и на Озоне, и на Вальберис. Это вот для тех, кто говорил, что бывают проблемы, например, там с локазом. То есть, на самом деле, бывает очень удобно. Ну и, конечно, в обычных книжных магазинах все это можно сделать. Вот такие вот моменты. Ну что ж, уважаемые коллеги, если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, можно задавать, я постараюсь ответить. Если вопросов нет, то тогда, надеюсь, что то, о чем я вам рассказал, позволило вам хоть немножечко, но посмотреть другими глазами на темы. И самое главное, я надеюсь, что и вам самим будет поинтереснее с этими темами работать. А когда учителю интересно, то этот интерес он передается и ученикам тоже. Да, вот действительно, Евгения Сергеевна Каптурова выступает рецензентом книги improve your writing skills и все помогало выверить. И это хорошо, потому что это прекрасный методист, это представитель региональной комиссии по ЕГЭ, который точно знает, что можно принять, что нельзя принять. Но здесь и авторы, эксперты ЕГЭ, поэтому здесь как раз вот такое хорошее хорошее содружество и сообщество. Ну что ж, спасибо вам большое, уважаемые коллеги. Мы на этом тогда заканчиваем. Да, если, кстати, нужна презентация, давайте я вам ее отправлю в чат сейчас. Хорошо? Постараюсь. Если вы смотрите не с мобильного устройства, да, вот как раз вы пишете, можете ли поделиться. Да, сейчас я вам ее даю. Если вы смотрите не с мобильного устройства, ой, Наталья Борисовна, очень рад вас видеть. Итак, если вы смотрите не с мобильного устройства, то вам будет легко скачать. Если с мобильного, то посложнее, конечно. К сожалению, не все мобильные устройства удобно скачивают. Но, тем не менее, тоже можно сохранить. Все, отправил. Все ли у вас получается скачать? Там всего меньше 3,5 мегабайт. Вы, как, наверное, заметили, я презентации делаю очень простыми визуально, чтобы, во-первых, легко все читалось и ничто не отвлекало, потому что тот с мобильного телефона смотрит с небольшого экрана, а во-вторых, чтобы они немного весили, чтобы легко скачать можно было. Ну что ж, спасибо большое. Я тогда вам говорю до свидания, и мы с вами встретимся в следующем месяце тоже. А у нас еще много других интересных вебинаров. Поэтому, пожалуйста, приходите, обратите внимание. Будем рады вас видеть. Спасибо. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.